Продолжение следует... В последний передел сфер влияния войны за место под солнцем, решительность своих действий правоохранительным органам Украины и России уже дал почувствовать азербайджанец воровзаконин Адир Салифов, известный в криминальном мире, как Лоту Гуля, проживающий ныне в Турции. Он обозначил свое присутствие в России при помощи своего брата воровзаконина Амика Салифова. Салифов-младший делегирован в Россию, чтобы починить рынки, которые все еще контролируются другими преступными кланами. Однако все не так просто, как кажется. На тропу войны с Гуля вышли чеченские авторитеты. Они заявили, что они уступят свои позиции на рынках России. Более того, как сообщили информированные источники, приближенные к криминальным кругам, для этого чеченский клан Хамзата Гастамирова в настоящее время усиленно содействует освобождению из российской колонии Тимура Алимхаджева, известного в криминальном мире, как Вальтер. Непосредственное участие в его досрочном освобождении должен принять боец Гастамирова Тимур Дики. Известно, что Алимхаджев отбывает наказание за вымогательство. Ранее Вальтер успел засветиться в перестрелке, имевшей место летом 2013 года в Кельне, Германии, и ставшей следствием конфликта с албанской преступной группировкой, промышляющей торговлей кокаина. Чеченская группа, выступавшая против реализации наркотиков, путем вымогательства завладела крупной суммой денег албанцев, добытых преступным путем. Эти деньги были переданы мигрантам, находившимся в бедственном положении, тем не менее, по данному факту было возбуждено уголовное дело и Алимхаджев был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Однако вскоре он был снят с розыска. Теперь Вальтер будет представлять интересы чеченского клана в северной столице и выполнять роль смотрящего. По некоторым данным, некоторые питерские бизнесмены азербайджанского происхождения, занятые в сфере торговли, не желают починиться лоту гули и платить ему дань. Чеченская организованная преступная группа, которая на данный момент насчитывает 200 человек, сделает все возможное, чтобы помешать планам Салифова прибрать к рукам Санкт-Петербург. Кстати, свое прозвище Вальтер получил потому, что имеет слабость к немецкому оружию, в частности к пистолетам системы Вальтер. Когда он бежал из Германии, в его квартире полиция обнаружила большую коллекцию пистолетов системы Вальтер. Не забудь подписаться на канал.